Добро пожаловать, ребят, на 11 этап Формулы 1 на Грам-при Германии. Что же, старый добрый Хокенхайм ринг. И, как обычно, у нас тут всё не без проблем, к сожалению, проходит. Калификация, в принципе, начиналась неплохо, но начиная со второго сектора пошёл дождь. Я успел сразу же выехать, поскольку знал, что будет дождь в самом начале второго сегмента, но я совершил небольшую ошибку, нужно было выезжать на медиуме. Почему? Потому что я бы спокойно поставил хорошее время, поскольку все те, кто был позади меня, они ставили ещё хуже и хуже время. И, соответственно, на медиуме я мог бы спокойно пройти в третий сегмент и стартовать на нём, и по итогу пройти на стратегию в один пидстоп. К сожалению, я проехал на софте, и поэтому стартовать буду на софте. Соответственно, стратегия будет в два пидстопа, поскольку мы не можем пока что себе позволить делать стратегию в один пидстоп. Ну, ладно, окей, у нас будут мягкие комплекты, это будет софт и два медиума, и поэтому у нас будет достаточно хороший темп. Самое главное его реализовать. К сожалению, стартую только я с шестого места, из-за того, что я поехал слишком рано на свою вторую попытку в дождевых условиях, поскольку траектория была более накатанная, из-за чего мои оппоненты смогли поставить намного лучшее время. Но самое главное, что Пол забрал у нас Пьер Гасли, и это уже хорошо. Ну и, собственно, да, перейдём к стартовой щётке. Первый у нас Пьер Гасли, второй Шарль Клер, третий, Тебосьян Федори, четвертый Макс Ферставин, пятый Ландо Норрис, шестой я, седьмой Льюис Хэминтон, восьмой Даниэль Риккардо, девятый Николь Сюнкенберг и десятый Кимми Райканен. Албан у нас не смог пройти в третий сегмент за то, что поздно выехал. Во втором, по итогу, отвалился во втором же сегменте. Но, на его счастье, у него будет стратегия в один пистоп, в отличие от нашей стратегии в два пистопа. И поэтому, скорее всего, нам придётся с ним бороться на трассе. Гасли, красный огонь, я сразу же взрываюсь с места и пытаюсь обогнать Ландо Норриса. По крайней мере, с ним надо было поравняться до первого поворота. У меня это более-менее выходит, в первом же повороте я его обхожу. И впереди меня уже ждали два Рэдбула, Леклер и Гасли. Нельзя было отпускать далеко Гасли и Леклер, поскольку они могли оторваться. И я бы, может быть, не смог их догнать, поскольку, ну, темп у меня не сильно хороший был в квалификациях. Я это понимал. Но в гонке окей, гонка у нас это всё-таки другое. И в гонке мы можем ещё побороться за хорошие позиции. С Ферстаппином и Фетлем я постарался разобраться сразу же в шпильке после прямой. По внутренней части территории залетаю. Прямо небольшой контакт у нас происходит с Фетлем. И по итогу Фетль чуть вырывается вперёд, но я остаюсь бок о бок с ним. Проходим мы вместе седьмой поворот. Слава богу, без контактов. Подъезжаем к восьмому повороту. И Фетль вырывается чуть вперёд. Но я чуть лучше выхожу. И потом идёт поворот в мою пользу. И до сих пор мы едем бок о бок. Подходим уже к скоростному одиннадцатому повороту. Где и решается эта борьба. Я выхожу всё-таки на третью позицию. Но Леклер и Гасли успели немного оторваться. Примерно на 2 секунды. Но Леклер начинает потихоньку атаковать Гасли. За счёт чего я уже к третьему кругу смог подобраться к ним вплотную. И потихоньку начинать атаковать Леклера. Сначала пытался опять же в одиннадцатом повороте атаковать. Не прошла у меня атака. И уже в начале четвертого круга я пытаюсь его атаковать во втором повороте. Слепстрим ДРС. Но я пролетаю точку торможения. Соответственно пролетаю весь поворот. И Леклер без проблем выходит обратно на свою вторую позицию. Начал вторости сектора я снова нагнал Леклера. И уже потихоньку хотел его атаковать. Собственно мы подходим к шпилике. Я поздно начинаю. Слишком поздно поворачивать. Из-за чего уезжаю в Леклера. Потом в отбойник. И по итогу сломанное перед антикерло. Но благо это произошло в конце круга. И у нас только четвертый круг заканчивается. Я кое-как доезжаю до пистопа. Поскольку управлять было слишком сложно. Без переднего антикерла. Прижимной силы вообще было ноль. И я соответственно доезжаю на пистоп. После которого выйду слишком далеко. Собственно то как это выглядело с твоей камеры. Я слишком поздно решился перемещаться в левую сторону. Из-за чего у нас произошел такой инцидент. На вашем круге я уже потихоньку прорвался. И у нас ходит Кергосли. Я молился чтобы это было как-нибудь Алифа Ромео на карте. Красного цвета. Но к сожалению Пьер сходит. И по итогу у нашей команды все просто рушится. Я где-то в конце пилотона потихоньку прорываюсь. В хорошие очки. Пьер сошел на лидирующей позиции. При этом никакого соперника по сути для него уже не было. Поскольку Леклера так сказать я выбил случайно. Но и у Леклера к сожалению к 13 кругу произойдет то что он сойдет по причине проблемы с ДВС. Торросов в очередной раз имеет какие-то проблемы с ДВС. Но в этот раз эти проблемы критические. И Леклер сходит. Но у Торроса остался еще Александр Албун. Который едет на стратегии в один пидстоп. И уже в данный момент он занимал первое место после того как все сделали пидстопы. Ну ладно вернемся к борьбе. Хэмилтона и один из валидов Хаса я обошел одновременно в первом повороте. Но Хэмилтон так просто не решил сдаваться. Он пытался вернуть свою восьмую позицию. Но по итогу я все-таки выиграл. Поскольку у нас все-таки намного прокачаннее валид нежели чем у Мерседеса. Постепенно я прорвался через пилотон. В основном были валиды уже те которые еще не заезжали на свой пидстоп. Но также были впереди еще валиды уже которые заехали на пидстоп. Это был два Рэдбула, Ботос и Райканен. Также еще в этой группе был Чекоперес. Который на стратегии в один пидстоп уже неплохо прорвался. В начале шлангского круга Ферстаппин пошел на свой пидстоп. Феттель же на своем уже убитом втором софте потихоньку начинает сдавать позиции. Я без проблем его обхожу. И теперь нужно было как можно быстрее сблизиться к Ботосу. Поскольку мне нужно было по максимуму нагонять Албана. Поскольку опять же стратегия в один пидстоп. И ему этот пидстоп еще предстоит только сделать. Так же как и мне. В шпильке я прохожу Джинация и Ботоса. На выходе мы с Ботосом начинаем бок о бок ехать. Но по итогу я выигрываю эту борьбу за третью позицию. И впереди меня остался только Чекоперес и Александр Албан. К сожалению Албан уже в этот момент был впереди на секунд 10 от Переса. И соответственно Албан выйдет с пидстопа недалеко от меня. В принципе как это по итогу и получилось. Перес заезжает на пидстоп. А Албан уже в этот момент был на пидстопе. И как только я начинаю потихоньку проходить старт финишную прямую. Выходить на первый поворот. Албан выезжает уже из пидстопов. Итого 3 секунды преимущественно над Албаном. Но проблема в том что у него был свежий хард. У меня уже был достаточно сильный изношенный медиум. На 20 круге я сделал свой последний пидстоп. И теперь нужно было просто сжать педаль в пол. И пытаться догонять Албана. Поскольку в данный момент я проигрывал ему примерно секунд 15-16. А сократить даже на свежем медиуме будет это слишком и слишком сложно. Только если мне не повезет, не выйдет какая-нибудь фиртуальная машина безопасности. Даже вообще обычная машина безопасности. Но посмотрим как пойдет гонка. В начале 21 круга заезжаю также делать пидстоп. Те кто должен будет сделать второй пидстоп. И я выхожу уже на третью позицию. И впереди меня был ферстапинг который сделал уже все пидстопы. Но медиум у него уже был достаточно старым по отношению к моему. И за счет этого я без проблем за 3 круга достигаю его. И в шпильке я смог провернуть свою атаку. И теперь мне нужно было каким-то магическим образом за почти 10 кругов догнать Албана. Но проблема была в том, что он был в 10 секундах от меня. И я снимал к сожалению меньше чем секунду с круга у Албана. Что как бы привело к тому, что я не смог к сожалению побороться за эту первую позицию. Может быть если бы было больше кругов, там где-нибудь еще 5 кругов. Я может быть догнал бы Албана. Но к сожалению имеем что имеем. Да, так же мы еще догнали круговых. Я думал то, что Вильямсы смогут как-то помешать Албану там. Выйдут на траекторию, сломают ему переднее антикрыло. И как-то в принципе ему заруинит гонку. Но к сожалению Вильямсы без проблем пропустили Албана. Тот проехал и выиграл гонку с 11 позиции. Я же довольствовал со второй позиции. И в принципе в моей ситуации это неплохая позиция. Поскольку тот контакт на четвертом кругу, если бы не он, скорее всего гонка завершилась бы совсем иначе. И Албана мы бы смогли пройти. Конечно еще обидно, что у нас нашел Леклер и Гасли. И поскольку Гасли-то лидировал в этот момент, у Леклера были шансы вернуться в гонку. Но очередные проблемы с ДВС не дают возможности пилоту из Торророса побороться за хорошую позицию. А также в принципе за очки. Из-за чего в Кубке Конструкторов мы продолжаем лидировать с неплохим отрывом от Торророса. Несмотря на то, что Албан смог выиграть эту гонку, он приехал в одиночестве. В принципе как и я, я еще успел поставить быстрый круг и соответственно разница в очках небольшая. Что же касается личного зачета, уже к этому моменту отрыв до ближайшего соперника у меня составлял 100 с чем-то очков. После Германии этот отрыв увеличился еще, потому что после Леклера шел Ферстаппен. И у Ферстаппена также были проблемы с очками. Да, он приехал на третьей позиции, но он мне проигрывает почти 125 очков. То есть у меня очень большое преимущество над ближайшими конкурентами в личном зачете. В Кубке Конструкторов опять же мы лидируем за счет того, что у меня просто много очков. Гасли также начинает потихоньку приносить эти очки, но к сожалению в Германии не повезло. Надеюсь в Венгрии Гасли больше повезет и он сможет финишировать опять же на хорошей позиции. Соперачи, что у Гасли я выигрываю без проблем и соответственно получаем мы без проблем ресурсы. У Леклера та же самая ситуация, еще один этап и я получаю дополнительные ресурсы за победу над ним. Что для нас очень хорошо, поскольку ресурсы надо сейчас вложить в ДВС, а именно в отдел качества, чтобы нам 100% приехало модификация на снижение расхода топлива в Бергию. Поскольку она нам критически важна, потому что опять же болит слишком много жрет бензина. И это главная проблема, когда ты заливаешь лишнего топлива аж на два круга и это лишнее топливо у тебя заканчивается примерно к середине дистанции. Ну достаточно печально. Ну а также нам надо закончить аэродинамику. Беру две модификации на прижимную силу, с ДРС мы пока чуть повременим. Также надо над шасси работать, над износом, поскольку износ ну пока что не удовлетворительный. На этом все ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч ребят, пока-пока и удачи вам.